Актуален ли в 2008? В 2008 он по-любому актуален. Актуален ли iPhone 6s в 2018 году? Знаете, в этом видео просто так сказать актуален или не актуален нельзя. Тут нужно немножко углубиться в историю и взвесить некоторые факторы. И, так сказать, немножечко обсудить основных конкурентов. То есть, фактически это телефоны на андроиде. То, что сейчас вообще в принципе с ними со всеми происходит. Сразу хочу сказать, что по всем параметрам данный телефон соответствует современным, так сказать, смартфонам. Потому что по производительности, по скорости, по камере он вообще во всем просто шикарен. Единственное минус это батарея этого телефона. Конкретно 6s. Там довольно слабая батарея. Даже если вы покупаете новый iPhone 6s. Даже если вы покупаете восстановленный iPhone 6s. Там будет новая батарея. Но она будет очень мало держать. Реально, если вы просто вот очень много тупите в этот самый телефон, вам, возможно, его будет не хватать и до вечера. Как бы если вы его используете в таком нормальном режиме, а не как, например, я, то вам его будет хватать до вечера. Мне лично не хватает почти любого телефона. Я покупал китайский телефон на 6000 мАч. Там была батарея. И мне его хватало до вечера. Вот это тот телефон, которого мне хватало до вечера. Но все равно он у меня быстро довольно-таки садился, как для 6000 мАч. Про iPhone 6s, про его характеристики долго говорить нет смысла. Даже вот это вот видео, сейчас конкретно, я снимаю на iPhone 6s. Но все же давайте немного углубимся в историю. И это лично моя история использования техники Apple. В 2015 году, конкретно в сентябре, выходит iPhone 6s. Он прекрасен, он волшебный. За ним выстраиваются очереди. И буквально через 3 месяца я иду в магазин и покупаю восстановленный iPhone 5s. Я на тот момент пожадничал. Да и в принципе других на тот момент восстановленных бюджетных не было. Были только модели на 16 гигабайт памяти. Первое время он мне очень нравился. Но буквально через 2 года, это действительно недавно, это полгода назад фактически, чуть больше, я начал жалеть, потому что у меня на телефоне начало заканчиваться место. Последние полгода я ходил без музыки на телефоне, потому что просто банально не было места. Там были фотографии, там были какие-то небольшие видеофайлы. И все, и места не хватало. Банально стандартные приложения выжирали всю оставшуюся память. После чего я подключил iCloud. Туда слилась, естественно, основная часть фотографий. Но и этого мне не хватило надолго, и снова память на телефоне закончилась. Я уже просто плюнул, я пошел купил, но восстановленный снова 6s официальный на 128 гигабайт. Я вот вам честно скажу, если бы я 2,5 года назад купил iPhone 5s, в котором было бы хотя бы 64 гигабайта памяти, то, наверное, я бы сейчас еще годик с ним бы спокойно походил, потому что по производительности он меня полностью устраивает. Если вы задались вопросом по поводу именно восстановленного телефона, то, скорее всего, вы попали в категорию таких же людей, которых выбирали телефон за определенную сумму, допустим, 500 долларов, грубо говоря, и у вас был выбор, либо купить какой-нибудь новый телефон от компании Xiaomi, от компании Samsung, LG, Huawei и прочие, либо же купить, ну скажем, остановленный iPhone. Тут есть маленький такой интересный технический нюанс. iPhone 6s вышел в 2015 году. И, соответственно, многие говорят, я лучше возьму китайца 2018 года какого-нибудь, но зато он будет новый. Значит, но почему-то люди не хотят углубляться в маленькую такую техническую часть. В большинстве бюджетных китайцев, которые современные, до 200, до 250 долларов, чаще всего устанавливаются процессоры, которые были выпущены в начале 2016 года. Не так давно у меня были на обзоре Q-Bot, недавно был Ulefone, и там довольно-таки древние процессоры установлены. То есть, сам телефон 2018 года, это эксклюзив, новинка, шикарно, бегите, покупайте. Но железо-то в нем старое, модули камеры вообще непонятно какие. Но телефон-то он сам новый, и это многие люди оперируют, говорят, что лучше я куплю новый, чем я куплю какой-нибудь старый телефон. И по факту получается, что модель-то старая, а железо у нее находится на том же самом уровне, если не новее, чем у этих самых китайских новинок. По поводу брендовых телефонов других крупных именно компаний, у меня были телефоны LG, у меня были телефоны Samsung, ну и в принципе на этом, наверное, все из таких крупных брендов. И знаете, какая в чем беда? Два с половиной года назад я купил iPhone 5s. iPhone 5s вышел в 2013 году, если не ошибаюсь. Сейчас у нас апрель 2018 года. Ну, давайте считать, что прошло четыре с половиной года все это на все. Вчера я установил обновление прошивки для телефона. Вчера она у меня закачалась, я его проверил, я его установил. Знаете, я не могу припомнить ни одного телефона 2013 года других брендов. Назовите мне хоть один телефон 2013 года, 2014 года, который получил свежее обновление андроида. У меня был Galaxy Note 8. Это не тот новый телефон, который вышел относительно недавно. Это планшет Galaxy Note 8 N5100. Там был Android, если не ошибаюсь, 4.4. За время использования вышел один апдейт. Оно не глобально, а на какую-то там десятую версию. Также у меня был Samsung S4. Обновление на него я не видел вообще, хотя обещали, если не ошибаюсь, 5-ый Android. Но конкретно на мою модель обновление по воздуху так не прилетело. Это был телефон какого-то американского оператора, CD-машный, по-моему. Далее у меня был, точнее ранее, у меня был еще Galaxy Ace, который тоже никуда и никогда не обновлялся. Теперь давайте думать так. В 2013 году вышел iPhone 5s. Через 4,5 года я все еще получаю на него обновление. И самое смешное в этой ситуации, то что я сейчас вот вбил iPhone 5s в поисковике, нажал Enter, хотел дописать даты выхода, но что-то не нажал. И у меня сразу же вылезло новое, что возможно iPhone 5s получит обновление до 12-й версии. Но как бы я не знаю, может получит, может не получит. Может так это утка. Ну, первое на поисковой выдаче выпало. Это такая вот маленькая новость. Значит, на 2 года он младше, апдейты все еще выходят. Значит, iPhone 4,5 года уже прошло. Он, этот вышел у нас в 2015 году. Это значит, что где-то до 2020 он тоже будет спокойно получать обновление. А если вы еще не пожадничаете, возьмете версию iPhone 6s на побольше памяти, то есть не на 16 или 32. Сейчас вот на рынке просто охренительное количество iPhone'ов восстановленных. Вот восстановленных на 16 гигабайт памяти. Ни в коем случае не покупайте, потому что вы просто его возненавидите. Берите на 64, берите на 128. 128 это, по-моему, вообще сейчас вариант просто идеальный. Вы туда и музыку скинете, и если у вас до этого был iPhone, вы туда спокойно перекинете всю коллекцию музыки и все такое прочее. Переносить данные с одного iPhone'а на новый, это тоже просто огромное удовольствие, поэтому если вы будете менять телефон, потом, спустя некоторое время, сейчас вы, допустим, купите себе 6s. Если у вас дохрена денег, то покупайте смело восьмерку. Десятый мне, честно говоря, не нравится, или как его iPhone X называют, потому что у него эта вот рамочка сверху, монобровь, она просто ужасная. Ну, это лично мое мнение, это мое оценочное осуждение, как говорится. Ладно, ладно, все пофиг, я пошел в магазин, купил себе этот телефон, пришел домой, включил его. Рядом у меня лежал просто рядом на столе, я этого не знал, я охренел. У меня рядом на столе лежал 5s, мой старый. И тут появляется сообщение, что не хотите ли вы, собственно, инфу перелить на новый телефон? Я такой, вау, это же просто охренительно, потому что раньше нужно было бы кайпить смс, кидать копию адресной книги своей, как бы заметки переносить. Ну, заметки, понятно, там они в iCloud хранятся на сервере, все просто охренительно удобно. Но тут все, я оставил телефон на ночь, значит, у меня и фотографии перекачались, у меня и приложения установились, которые были. У меня даже сохраненные пароли перенеслись на новый телефон. И вот, знаете, это такое удовольствие, у меня нет этого ощущения, вот этого переезда на новый телефон, о боже, я что-то там забыл. Если вы досмотрели до этого момента, то, скорее всего, вы как бы в чем-то со мной согласны, вы заинтересованы в покупке телефона. Значит, по поводу покупки несколько моментов. Если вы приходите в какой-нибудь сетевой магазин, где там продаются телефоны, и вот вы говорите, вот я хочу себе купить iPhone 6s, восстановленный, либо новый, к слову. Значит, и вам продвездают, ну вот возьмите, вот с полки берет какой-то телефон, вот держите, короче. Ни в коем случае не берите телефон, который без заводской пленки. iPhone, он должен быть запечатан в заводскую пленку. И, конечно, ее можно восстановить, ее можно снова нанести, там китайцы это делают просто превосходно. Но это первое, на что стоит обратить внимание. Техника Apple должна быть запечатана в пленку, всегда, герметично. Даже восстановленная. Восстановленные телефоны, они в том числе запечатаны в герметичную вот эту вот самую заводскую пленку. Распаковывать вы его не торопитесь. Для начала вы берете коробочку, на кассе это можно сделать, до оплаты, если вам что-то говорят, шлите всех в жопу. Вы можете проверить серийный номер устройства. Здесь, внизу, есть серийный номер устройства, serial number, который вам нужно вбить на сайте Apple. На сайте Apple появится информация о том, что этот телефон еще не был активирован, и им еще никто не пользовался. Если же информация немного другая, типа телефон уже активирован, либо гарантия уже на него закончилась, то это все фигня. Даже на восстановленных телефонах, официально восстановленных, новый идет серийник, поэтому он еще не использовался, фактически. Он еще не активировался. На это стоит тоже очень сильно обратить внимание. Еще один маленький интересный. Вот вроде бы говорил, что это последний момент, но вот я вспомнил, что есть еще один маленький нюансик. Это покупка телефона на Алиэкспресс. У меня канал про покупки на Алиэкспресс. Я люблю покупать на Алиэкспресс, но вот что я вам не советую, это покупать дорогую технику на Алиэкспресс. Во-первых, вы можете попасть на растаможку. Это очень неприятный нюанс. Второй нюанс заключается в том, что вам могут прислать очень плохо, криво восстановленный телефон. Лучше, если вы хотите сэкономить, покупайте официально восстановленный телефон. Если у вас есть деньги, возможности, покупайте обычный телефон. Я лично уже вот второй раз покупаю себе восстановленный телефон, до этого у меня не было айфонов. Я вот один раз купил восстановленный, с ним все шикарно, и вот он мне прослужил 2,5 года. И все еще, кстати, работает, я думаю, еще будет работать довольно долго. И сейчас я купил восстановленный телефон 6S. Ну, вроде с этим никаких проблем нету пока что. Возможно, и не стоило снимать этот видеоролик, потому что в интернете и так полно этих самых... Стоит ли покупать айфон 6S в 2018 году? Ну, я просто захотел поделиться своим личным опытом, через который вот я прошел то, что я взвешивал, потому что я реально думал, а вот может быть не стоит его покупать, потому что это все-таки телефон очень старый, он же все-таки 2015 года, но потом я вот сел, начал немножко покопался, я как бы сталкиваюсь опять же с теми китайскими телефонами, у меня большой опыт с обычными телефонами. И я все-таки все это за и против взвесил, и все-таки решил купить именно такой телефон, и именно на 128 гигабайт, хотя можно было чуточку сэкономить, буквально пару баксов, и купить на 64, но вот этого вот я вам делать не советую, потому что маленький объем памяти на айфоне я уже пережил, я через это все прошел. Также я прошел через все эти муки выбора, и как бы остановился, надеюсь, что я сделал правильный выбор. В общем-то как-то так, это телефон среднего класса, можно так сказать, можно всегда выпендриться, сказать, о, знаете, я покупал свой, сейчас, представьте, что это 6S. О, знаете, я покупал свой 6S еще, да, на старте в 2015 году, и все еще им пользуюсь, он все еще хороший, все еще им доволен. Но ваши собеседники же не узнают, что вы купили 6S уже вот недавно, и по скидочке, как бы, да, ну, всегда можно сказать, что это просто я уже давно купил, просто им так пользуюсь, я им так доволен. А сейчас давайте все-таки выводы сделаем, да, по поводу этого видеоролика. Я где-то в описании или в комментариях просто ставлю, как бы, тайм-код, и напишу, типа, вот, сразу можете смотреть этот момент. Все, что мы разобрали в ролике, просто в сжатом виде. Значит, iPhone 6S, он все еще актуален. Если вы планируете покупать iPhone 6S, покупайте вариант с наибольшим объемом памяти, который вам позволяет финансы. Если у вас есть возможность, можете купить себе и 7, и 8, и 7S, как бы, это не вопрос, но если вот именно вопрос в финансах, то 6S, он еще ок. Не покупайте телефон распечатанный, проверяйте перед покупкой серийный номер, не покупайте телефон на Алиэкспресс, и лучше немножечко переплатить и купить в каких-нибудь крупных сетевых магазинах. Не знаю, пусть это, допустим, будет MVideo, или Розетка, или другие какие-то магазины, которые вам больше нравятся. Так что, если какие-то есть вопросы, вы можете задавать их в комментариях прямо сейчас, и я немного потом на них отвечу. Ну а пока, всем пока!